Приветствую вас, мои ласточки! С вами снова Алла Касаткина, проект Ладное Я. И сегодня мы с вами будем говорить о том, а как же перестать думать, переживать, сохнуть, страдать по мужчине, которому вы безразличны. Ну, бывает вот так вот. Вы вдруг заметили красивого мужика, бабочки в животе, крыша уехала, сердце расплылось в необъятные размеры любви, а он никак не реагирует. Ну, вы ему даром не нужны. Ну, бывает такое, бывает безответная любовь. Не все с ней могут справиться. Давайте сегодня дам простое решение, как можно достаточно быстро собрать свои чувства, так сказать, в кучу, привести себя в норму для того, чтобы перестать сливать свои силы, энергию, молодость, красоту туда, где вас не оценят, не примут, а наоборот собрать это все к себе и во всеоружии отправиться на поиски нового объекта любви. Меня зовут Алла Касаткина. Уже больше 15 лет я помогаю женщинам быть счастливыми и любимыми. Мой проект в интернете называется Ладное Я. Вот ссылка на мой сайт. Переходите, там очень много полезной информации для вас. В описании этого видео есть ссылка на мой подарок для вас, бесплатный курс «Секреты счастливой женщины». Регистрируйтесь, переходите по ссылке, получайте на почту курс и применяйте в собственной жизни для собственного счастья. Красная кнопочка «Подписаться на канал», жмем ее, жмем колокольчик, и тогда информация о новых видео будет поступать вам на почту. Ну и еще раз напоминаю, лайки ставить обязательно. Комментарии ваши я очень люблю, потому что они мне показывают, что то, что я делаю, для вас является ценным и важным. И мне стоит продолжать это делать. Ну а мы продолжаем разбираться, а как же быть, если мужчина не ответил вам взаимностью, а у вас сердечко трепыхается, грусть печаль одолела, вы вся и страдались и хотите уже двигаться дальше, но вот как-то вот будто вы привязались к нему и не можете отвязаться. Я вам сейчас два простых рецепта дам. Вам их будет предостаточно. Один для тех, кто более рационален и хочет озадачить свой мозг. Это как? Ну есть женщины логики, а есть женщины про чувства и про энергетику. Вот про чувства и энергетику будет чуть позже, сейчас про женщин, для которых важна логика и понимание. Смотрите, какая простая вещь. Когда мы влюбляемся в человека, он вызывает вот такую вот сильную нашу симпатию, интерес, когда мы вот, что называется, залипли на нем. Нас с ним объединяет очень много крючочков. Нам нравится в нем то, нравится в нем это. И у нас такое ощущение, что вот он, знаете, как сахарная вата на палочке. Вот он такой сладкий, манкий, такой интересный, такой офигенный. Вот такой вот воздушный комочек. Но на самом деле, что такое сладкая вата, да? Это всего лишь несколько ложек сахара. Если их съесть все сразу, засыпать себе в рот, ну будет тошновато. Почему я о тошноте? Да потому что у этого мужчины наверняка есть недостатки, которые в пылу влюбленности мы просто игнорируем. И высвечиваем все позитивное, за что мы зацепились, и упорно затеняем для того, чтобы было не видно того, что могло бы нас раздражать. Но на самом деле, того, что могло бы нас раздражать, предостаточно, и его хватает при близком рассмотрении. Что нужно сделать? Берем листик. Сначала выписываем все, что нам нравится. А на второй половине листа мы пишем все отрицательные качества, все отрицательное негативное, что мы слышали об этом мужчине. Наша задача честно, трезво убрать иллюзии с первой части, потому что у каждого положительного качества есть своя оборотная сторона, которая вам точно не понравится. Если он весел, он будет весел совсем, а домой будет приходить отдыхать. Наоборот, если он пытается всем покрасоваться, то он будет красоваться всю жизнь перед вами, а вы будете обслуживать эту красоту. Найдите вот эти качества, которые вас отрезвят и опустят на землю. Ваша любовь очень быстро начнет сходить на нет, а заодно перечислите туда все те способы, которыми он игнорирует ваши знаки внимания в его сторону, которые вас подбешивают и вызывают огорчение. Все вот в эту половинку. И когда вы проведете вот эту инвентаризацию, ваш мозг быстренько подведет с баланс, и интерес к этому человеку начнет стухать. Это для тех, кто живет умом, мозгом, рациональностью. А теперь для тех, кто живет энергиями, сердцем и прочими-прочими вещами. Я говорила, да, нас вроде как связывают с ними такие крючочки. Возьмите лес бумаги и нарисуйте две фигурки. Себя и его. На расстоянии. И вот нарисуйте от вас к нему ниточки, которые вам нравится в нем то, вам нравится в нем это, это вас объединяет то. Вот вы думаете, сердцем привязаны, вы его можете, хотите, как сексуальный объект. Что вам интересно, вот эти ниточки попротягивайте. А потом возьмите резинку. Обыкновенную резинку школьную. И вытрите вот эту связь между вами. Вытрите. И делайте это несколько раз. Вот такое простое упражнение. Ваше подсознание каждый раз будет уменьшать вашу привязанность к этому человеку. Каждый раз будет уменьшать количество ниточек, которые будут вас связывать. И в тот день, когда вы почувствуете, что вам не хочется рисовать ни одной ниточки, будет как раз для вас тем днем, когда это упражнение стоит закончить делать. Вот и все. То есть вот вам два простых действенных способа, чтобы перестать унижаться, чтобы перестать терять себя, чувство собственного достоинства, чтобы терять ощущение уверенности в себе и веру в свою привлекательность, вам нужно переключиться только вот на эти вещи. И как только ваше сердце, ваш мозг, ваше внимание освободятся от этого объекта, который ничем для вас, ни положительным, не откликается, навстречу, вы начнете выискивать автоматом, это происходит автоматом, другой объект достойной внимания. И тогда, я думаю, вы уже будете выбирать мужчину, который сможет вам ответить взаимностью. Я с удовольствием порадуюсь за вас, потому что вы достойны быть любимой и счастливой. Жду ваших комментариев, вопросов, споров, чего угодно. Понравилось ли вам это видео, расскажите мне тоже в комментариях. А мы с вами встретимся в следующих видео. С вами была Алла Касаткина и проект «Ладная я». Пока-пока, мои ласточки! Продолжение следует...